Сколько котлов было остановлено в субботу и сколько работает их на данный момент? Давайте четко поставим по новым котлам, чтобы всем было понятно. И сколько у вас их вообще? До аварии в работе находилось 8 котловегрегатов и 3 турбогенератора. Сколько котлов было остановлено с пятницы на субботу? Почему нельзя подключить второй блок? Потому что ответ у нас не диспетчеров, это не ответ. Вы специалисты. Есть национергохолдинг, одно большое предприятие, которое готовит специалистов. Почему нельзя подключить второй энергоблог? Если поступить в соответствующий коммунду, то... Кто должен? Премьер-министр, президент, глава национергохолдинга. Кто? Давайте, наверное, попробуем первый замок выйти, он готовит отжимать. Видите, у нас есть... Вот с чего я хочу начинать. Нет, вы скажите, почему... Можно я отвечу, как техник, технический руководитель, да? Вообще-то я начну с того. Для компании это финансовый и для меня технический. Это дорого? Вообще-то это дорого. Стоимость... Стоимость одного килокалорий... 400... Стоимость... 3250 сумм. А продаем... 400 сумм. Хорошо, окей. Мы готовы же платить за это? Нет, мы не готовы. Я не готова платить. Хорошо, мы взяли кредит. Я думаю... Мы замораживаем город, вы замораживаете умышленно? А? Мы замораживаем город, мы не включаем... Нет, нет, нет. Нет, нет. Вы объясните, почему мы его не включаем? Вы тут блокадной Ленинград умышленно устроили? Это неудобно. Во-первых, я извиняюсь, чтобы так получилось. Да вы объясните, не надо извинений. Почему? Это расширение от насоса. У нас насос 65-67 года. Окей, если мы подключим второй энергоблок, насосы не потянут. То есть насос опять не потянут, и мы сломаемся опять. Нет, это неполадка мы устроили. Хорошо, я вас... Сейчас мы над этим работаем. Сегодня мы не включим. Мы сегодня не включим, дай бог. Нет, вы пережили самые низкие температуры, да? Рекордные были понижения. Минус 25. Вы его не включали. Когда идет потепление, вы решили, что надо... Почему и не был включен дополнительный энергоблок? Почему вы сразу не включили? Объясните просто. То есть, вот честно скажите, не потянет насос? Или он не потянет? Почему вы тогда его не включили? Вот просто... В тот момент это вообще не было. Не включили. То есть именно вы виноваты в том, что люди везут, и вы не дали разрешение включить. Нет, видите. Срок службы... Можно дайте мне сказать, пожалуйста? Срок службы... Срок службы... Этот насос для спектаклей, по-чем-то. А насос... У нас, не здравствуй, это 65-67-го года. Он почти 300 рублей. Я думаю, что мы очень сожалеем делали. Я чувствую, что у вас такое оборудование. Мы до этого тоже присутствуем проводили. Можно один вопрос? Почему вы не подключили на выходных второй энергоблок, который стоит готовым? Вы шесть старт-блоков просто отключили. Мы будем подключать. Зачем сейчас это делать, когда это надо было делать? Почему вы этого не сделали? Вы побоялись, что выйдет из строя остальная система. Вы ждали команды сверху, что вам на сроках могут произойти премьер-министр. Кто вам нужен для этого? Вы официально признаете, что это ваше упущение, что вы не подключили этот блок. У меня, смотрите, у меня другие котлы были со старого блока. Я понимаю. У меня возможность... Нет, вы знаете, что старые котлы были. Вот смотрите, включение одного блока, одного блока, уходит в 10 часов. А на старого блока уходит в 3 часа. То есть 2 часа. У вас были 10 часов? У вас были эти... А в АЛЕПС-5 ходили? Нет, смотрите, тут риски есть. Почему? Я буду сейчас объяснить. У нас вот новый блок есть, новый моноблок и дубль блок. Вы не отвечаете? Я отвечаю, объясняю. Почему это риск? Это, видите, слово есть надежность. Надежность. У вас новый блок, он гораздо надежнее, он только построенный. Это оборудование изношенное. Вы сами говорите, что оно старое, оно не ремонтировалось и прочее. Нет, у меня не говорили, ремонтировалось. Но почему вы нагрузку большую даете на старую часть, чем на новую? Вы говорили, что новая будет задействована, когда появится необходимость. Уважаемые благословения, я оборудование на Ваши вопросы. Оборудование на ТЭЦ ГОДО-Бишкей включается по заданию РДС АО «Электрические станции». РДС, прошеплуйте, пожалуйста. Это диспетчерская служба. Кто в нее входит? Это наш главной офис. Да. Наши электрические станции должны быть... РДС. Я по фамилии сейчас не устаю. Должностные. У кого есть должностные обязанности, кто в него входит? Генеральный директор, председатель управления, диспетчера, вы... РДС подчиняется первому заму и генеральному директору. И первому заму. Отлично. Вопрос вам. Почему вы не дали такого указания? Электрические станции. Электрические станции. Это можно? Да. Нежно.